Итак, всем привет, с вами Довгай, продолжаем играть за Индию, продолжаем строить наш картель, продолжаем чужие страны делать зависимыми от нас. В прошлой серии мы построили просто кучу роскоши разной, да, сейчас мы достраиваем тут еще какие-то вещи, которые нам необходимы на самом деле, рыбу. И хотелось бы мне повысить уровень жизни нашего населения, но на самом деле это пока что вряд ли возможно, у нас его слишком много. Нам нужно еще загнать на работу 33 миллиона крестьян, это почти что население какой-то страны. Вполне себе даже больше каких-то стран, я имею ввиду европейских, да, вот сколько у Германии. Ну да, то есть у нас крестьян больше, чем в Германии людей, в принципе. Нужно будет нам в этой серии, наверное, покрыть вот эти вот минуса, да, у нас очень много не хватает роскошной, да и обычной мебели, одежды, стекла, стали, вот это все надо будет покрыть. То есть в подчатке, возможно, и потом мы уже продолжим строить плантации, как обычно. Но давайте разберемся сначала с минусами. Поехали. Дальше, помните, у нас тут это, убить правителя хотят. Ну... Не знаю, а кого мы хотим сдушить? У нас что тех, что тех мы не хотим, так что, наверное, нет. О, и мы смогли наконец-то принять за предтрапство, есть реформация стынди, ну-ка, что здесь? Так, давайте сначала тут стынент. Вот, а здесь нельзя доверить, это правда. Так вот, что тут у нас? Просто 20 пула, типа 200 квалификаций, это все? Это все? Не, ну, еще видно, что я беру пул, но это как-то очень мало. Я думал, там будет что-то поинтереснее. И все, на этом закончились ивенты Индии. Да, но я не вижу больше ничего именно индийского. Это все, ребята, вроде как общее. Ну, да. Хотя вот это вот, да, еще, наверное, индийское. Ну-ка. Да, хорошо, вот это вот, этическая политика, допустим. Нужно поднять в уровень жизни выше 15, господи. С нашим мысляем это будет сложно, но возможно. Грамотности больше 50, это мы скоро сделаем. Что же, давайте теперь сюда вот двигаться, да? Знаете, что я еще заметил? Смотрите, у нас зерна вообще не производится, да? То есть вот здесь вот, у нас ноль построек зерна. Но у нас просто миллион хозяйств. Из-за этого смотрим сюда. Ну-ка, зерно. 23 тысяча сфер. Но им удобрения дать нельзя. Да, у нас здесь, вон, видите, удобрения в минусе из-за этого. Получается, что нет вот этого способа здесь. Хотя, блин, было бы на самом деле логично, видите, вот это вот поменять. Условно на... Ну, добавить еще сюда удобрения. Чтобы они хотя бы тратились. Получается, из-за них мы не можем построить себе вот это. Потому что это будет невыгодно. И из-за того, что мы не можем себе построить вот это, наши химические заводы простаивают. Как? Не сильно развиваются из-за вот этой низкой цены удобрений. Очень смешная ситуация, но что поделать. И начинаем мы наши минуса с угля. Угля покрывать, да. Потому что, если у нас не будет угля, то у нас стали не будет производиться, железо. Вот это вот. Так что сейчас покроем сначала уголь, потом пойдем к стали, потом пойдем к двигателям. И потом уже займемся стеклом. Кстати, забавный факт. У нас не хватает клиперов из-за того, что мы кучу рюфей поставили. Но вот сын за все расплатится, как говорится. Возвращаткой, к сожалению, так делать нельзя. И это на самом деле минус. Возможно, кстати говоря, вот здесь вот недопроизводится уголь. Как раз таки из-за взрывчатки. Давайте это изучим. Так, ну это новые? Нет. Хотя, да, чуть-чуть недопроизводится. Несмотря где, на самом деле. В среднем... Ну нет, видите, здесь все-таки есть проблемы. И это не из-за железных дорог. Да, рынок у нас нормальный. Так что надо, наверное, сделать со взрывчатками что-то. Давайте дальше займемся законами. И, наверное, первым мы должны свободную конкуренцию все поставить. Нам нужны интеллигенты-промышленники. У нас сейчас кто там стоит? Все. Ну, это даже хорошо. Легитимность хорошая. Идти-идти вообще даже в одной партии. Так что пускай кайфуют. Еще один вариант, где мы можем уголь сэкономить. Кстати говоря, перейти на электричество. Нужно 3600 его. Так, соответственно, настроим сейчас кучу электростанций. Единственное, у нас куча двигателей на это уйдет. Так что давайте достроим этот уголь. В целом он еще нам понадобится в будущем. Затем построимся кучу движков. В скобочках нет, в скобочках. У нас проблема здесь другого толка. Капиталисты хотят больше денег. Забавно. Да, пускай вот они идут сюда на движки. Блин, капиталистов не хватает сюда. А здесь еще даже и не публичная компания. Ну я думаю, со временем наймутся, окей. Так вот, движки нужны. Электричество получается. Так что давайте электричество застраивать. Сколько это плюс шанс на конкуренцию? Чем быстрее мы ставим, тем лучше. Плюс оно сейчас исследуется. Здесь уже, смотрите, права человека автоматически. Закончим мы с этим. Пойдем уже в... Обязательное начальное образование. И с ним уже мы докачаем образование до 5 уровня. Будет, я думаю, очень неплохо. Кстати говоря, уровень, видите, все растет-растет. Может мы до 15 этажа доберемся. Также я достраиваю строительные сектора, потому что вижу, что у нас хороший баланс. Даже если у нас фонд оборвется, видите, мы в очень хорошем плюсе. Надо так сделать, чтобы вот это было под ноль. Ну вот. Примерно так. Можно даже чуть-чуть, но они сейчас еще подрасширятся, подрасширятся, станет побольше. Сосходов и построек. Начинаем электричество подключать. Давайте сразу сделаем его востребованным. Пускай они расширяются. Есть свободная конкуренция. Ура, товарищи. Ой, это другая опера. Но в любом случае, детский труд, блин. Я бы запретил уже. Скоро уже это будет. Давайте подождем. Смотрите-ка. Покушение сорвано. Лятые землевладельцы. Плюс 15 легитимностей на 2 года. Тут даже приятно, я бы сказал, да? На самом деле. Почему бы и нет? Кстати говоря, ВВП подпросил. Но это вот потому что вот эти минуса пошли. И потому что двигатели вот эту безумную стоимость имеют. А они имеют безумную стоимость, потому что капиталисты не хотят малую зарплату иметь. Ужас. Ладно, давайте тогда просто сделаем вот так. Не хотят там работать. То есть поделаем, собственно говоря, заводы в разных провинциях. Там хоть какие-то капиталисты да найдутся нам. И вот исследовались права человека. Идем в профсоюзы. Интеллигенты не одобряют. Какой ужас. Идем в начальное образование обязательно. Если мы его сделаем, то, можно сказать, основную часть законов мы проведем. Смотрите, а тут мы получили место для небоскреба. Я его хочу построить. Сделал построить Северный Бенгалик. Какой ужас. Ну ладно, давайте построим. Ну, казуальных, казуальных небоскребов, допустим, 10. Я думаю, пойдет. Ладно, можно чуть-чуть побольше. 15. Давайте сюда дикт и строим. И вот мы достраиваем. Смотрите, как у нас бюрократия поднимается. Как это приятно. Можно убрать уже отсюда этот дикт, я считаю. Хотя у нас, ну да. В принципе, можно отсюда до небес. Мы получаем просто бесполезный престиж. Но сами эти здания, они бесполезны. Бюрократия нам хватит еще надолго этой. Плюс здесь потенциал налогообложения, я думаю, очень тоже вырос от этого. Да, видите, у нас Север здесь 4 тысячи. Потому что усиливают вот эти вот ведомства. И еще больше мы расширяем нашу стройку. Потому что, ну, у нас тачили капиталисты зарабатывать хорошие деньги. Инвестиционный фонд теперь огромный. Ну и здесь тоже огромные уже деньги. Отгуляют. На самом деле, опиум еще не так много дает. Как хотелось бы. Но смотрите. У нас уже появился спрос дополнительный, да? Помните, мы здесь настроили и ждали, пока спрос поднимется. Спрос поднялся. Торговые пути 17 тысяч. У нас выкупает просто огромное количество опиума. Так что, можно будет его даже подрасширить. Но сначала покроем уже здесь. Я уже заказал. Немножко диверсифицировал, чтобы не было вот таких вот приколов, да? Ну, нормально. Потихоньку закрываем. Я сюда еще, видите, универа поставил. Плюс эдиктов поставил. Так что сейчас мы доберем квалификацию всем ребятам. Вот здесь мы, кстати говоря, очень лишнего инвестировали сюда. Надо было поменьше. Да, 20 тысяч это слишком много. Ну ладно, уже ничего не поделаешь с этим. Кстати говоря, вот эти винты иногда прокают, когда у вас опиум. употребляют население. Но, по-моему, это не так страшно. И они случаются очень-очень редко. Это просто пик какой-то. Цин предлагает нам отменить рабство в Марокко в поддержку в их дипломатической игре. Вот в этой. То есть, Индия, пожалуйста, побои против французов с нами. За это мы отменим рабство в Марокко. Ебать, бегу. Нет, конечно нет. Господи. Что это за дичь? Ну и вот уже, смотрите, как мы поддиверсифицировались немножко. Образование у нас докачалось. Плюс мы стройку намного больше качнули. Смотрите, как все красиво стало. С ВВП просто в момент вырос на 100 миллионов уже. И продолжает безумными темпами расти. Ну еще, конечно, у нас здесь вот отложены ВВП. Потому что сюда еще должны наняться работники. Ну, сюда не хватает капиталистов, честно говоря. Просто и все. И из-за того, что у нас так много здесь фабрик, у нас капиталисты платят уже очень много денег. Хотя, конечно, я ожидал чуть еще побольше. Видимо, своих прибыли пока еще не так много. Кстати говоря, у меня придется уменьшить производство спирта, потому что у нас его так много не потребляют. Скорее всего, просто потому, что у нас есть опиум. А опиум имеет приоритет. А вот взрывчатку здесь вот надо поставить 100%. Это и удешевит на взрывчатку вот эту. И делает дороже удобрения, из-за чего они станут повыгоднее. Кстати говоря, теперь еще минус инструментов появился. Сейчас мы построим кучу себе лесозаготовок. Параллельно достраивая везде ЖД, где нужно. Кстати говоря, я же имею мод на авторасширение. Давайте его поставим. Авторасширение в этот мод, он по-умному расширяет железные дороги. И как в ванильной игре. В ванильной игре, если вы знали, она вообще не смотрит на инфраструктуру. Она расширяет ЖД, как и любую другую фабрику. То есть, используя очень дебильные алгоритмы. С этим модом у нас они расширяются по мере необходимости для инфраструктуры. И наконец-таки у меня дохудшались отношения. Мне тут писали, что я теперь могу их иннексировать. Да, я их могу, но отношения со всеми были плохие. Поточнее, наоборот, хорошие. Можем, кстати говоря, так с кем мы там? Кто-то воин? Борода. Мы сейчас с бородой. А, аннексируем еще какую-нибудь струну. Допустим, вот Гуджирад. Насколько красиво. Это было Гуджирад написано. Наверное, стоит откатиться, чтобы это ничего мне сейчас не сломало. Мы откатились. Нажимаем еще раз. Смотрим, что здесь самое это. Так вот. Теперь аннексия субъекта. Да. Чтобы не было каких-то приколов потом. И опять у нас просто миллион денег. Практически в балансе. Причем буквально миллион. Поэтому давайте сделаем вот так еще. Господи. Мы уже все это время сидим на высоких налогах. Давайте их снизим уже. Уже пора. И население начинает потихоньку вздыхать свободно. Думаю, это нам радикалов. Да. Очень по-жесткому удалит. Смотрите, как лоялисты начали перетекать. Просто безумно сильно. Все-таки теперь у них. У них сейчас еще и уровень жизни поднимется за счет этого. Так что нормально. У нас 123 миллиона. Так что мы можем даже в минусе спокойно посидеть. И от этого нормально себя чувствовать. Я, кстати говоря, хотел бы еще поставить телефоны. И вот здесь вот исследовать соответственно. Но что это? Это следующий, да? Это планирование, верно? Да. Чтобы сменить это в своих ведомствах. И потом уже достроить все под потенциал. Просто если я сейчас буду застраивать, то будет не так эффективно. Ведь у меня в будущем еще улучшится метод. То есть вот здесь вот, допустим, не нужно на самом деле новое здание. Здесь просто нужен более эффективный метод. Ну и все. Наша экономика вылетает уже в космос потихоньку. Да. Просто прирост идет огромный. Потому что мы строим почти по 2000 одновременно. Денег у нас на эту постройку хватает. Населения у нас более чем хватает. У нас все еще 38 миллионов людей без работы. То есть мы все это строим, строим. Но население растет еще быстрее. Так что экономика у нас вырастет еще жестче. Как говоря, начал включать вот эти вот все области. Которые до этого не были включены. В том числе вот эти новые субъекты. И нужно продолжать их интегрировать. Но видите, вот здесь вот есть. Допустим. Кого можно аннексировать. Так что аннексируем. Решила, что пора по жесткому апаться. Перешел везде на ирригацию. Вот здесь вот. И везде на ЖД. Чтобы у нас уже вся экономика вылила самый последний. И ее уже подстраивать под самый, так сказать, эффективный способ. Соответственно, аннексируем. Вот уже можем мы перейти на нормальные корабли. На пару. Так что здесь переставляем все на траулеры. А здесь, соответственно, переставляем пароходы. И военные кораблестроения. Вот это бы еще тоже поставить. Да, давайте, давайте поставим. И потом просто догоним. О производство. Собственно говоря, я думаю, это подойдет для нас. Блин, я тут не заметил. Оказывается, ну, закон все крутится. Но оказывается, у нас здесь партии немножко подраспались. А теперь так все не так просто будет. Нужно поэтому выкинуть партии, которые нам не интересны. Единственное, видите, здесь... Ага, подождите-ка, ну-ка. Я думаю, лучше промышленников держать. Пускай эти молодецы по позиции будут. Хотя можно добавить и тех и тех. Ого. Тех и тех. Выкинуть столько интеллигентов. Да, и в целом будет более-менее нормально. Чтобы просто у них отношения в плюсе были. Чтобы можно было какие-то законы. Больше один процент это не так сильно. Спускай будут. А вот и образование подъехало. Пошла качка образованности. Если говоря, 15%. Да, 15% уровня жизни. Политика. Это все? Да, это сильно. Но это все на 9 лет. Здесь же больше ничего не осталось, верно? Я ничего не вижу больше. Блин, ну, опять же, как-то очень так себе. Я все еще сижу с основной культурой англичане и протестантизмом. Хотя я уже практически объединил всю Индию. Типа, ну и... А почему я не могу сменить культуру на индийскую и сформировать Индию? Что это за смех? Почему у меня население, которого здесь всего 34 тысячи, является основной культурой? Что? А, смотрите, я достроил верфей. Теперь у нас ок с обычными кораблями. Транспортными, как их там. Ну-ка. Получается, с пароходами. Они сейчас имеют нормальную цену, более-менее. Но у нас нету столько броненосцев необходимости. Поэтому давайте сделаем, чтобы правильно достроим себе флот. Нам, к тому же, пригодится. Это даст нам еще и больше интересов. А сейчас больше рынков мы можем себе выбрать тогда в будущем. Так что пускай будет. И по таковым путям, кстати говоря, это тоже немножко наши все пути пересмотреть. И я подозреваю, что у нас конвоев. Смотрите, пока нормально, но сейчас мы переназначим пути какие-то, да? Начнем что-то импортировать, экспортировать. Нужно будет больше. По-моему, да, я вкачивал теху. Как вкачивал. Она уже дошла до нас на порты. Так что подстроим порты. А вот этот инвестиционный фонд мне нравится уже больше, да? То есть у нас уже 870 тысяч. Вот это уже выглядит как тот инвестиционный фонд, который должен быть у Индии. Все-таки, видимо, накопили уже деньги капиталисты. И пошли свои сверхприбыли влаживать. Это хорошо. Встрою я еще стали кучу, потому что стали жестко не хватает. И после этого, я думаю, можно будет продолжать нашу аферу с опиумом. Ну-ка, где этот прекрасный товар? А вот здесь он. Смотрите-ка, у нас уже 21 тысяча торгов в пути. Это, в принципе, не изменилось. Изменилось, я так понимаю, потребление населением, да. Нужно подстраивать опиума уже. Будем это делать, конечно же, на самой нашей большой плантации. Вот она, прекрасная наша плантация. Ну, я думаю, как-то вот так хватит. Ну и вот достигли мы момента, когда нас уже невозможно догнать. У нас уже 930 миллионов ВВП. Деньги просто бесконечные стали уже. Можно налоги снизить, я думаю, еще больше. В принципе, мы можем спокойно с этим жить. У нас куча отпошлин получается от производства. И очень много стройки делается бесплатно. Вот сейчас нет, потому что с плантацией пошли, да. Плантации не... За плантации не платят при свободной конкуренции. Но все эти деньги, которые у нас инвестируются прямо сейчас, откладываются в инвестиционный фонд, так что нормально. А, вот плантации и достроились. Невероятно быстро. Можно куда-то еще продавать дополнительно этому опиуму. Хотя пока рынки какие-то очень грустные. Всегда больших рынков нету. Мы нормальные все рынки, видите, уже продаем. Можно еще какую-нибудь Южную Америку на Бразилии, допустим. Давайте вот сюда. Пускай у них спрос появляется. И, кстати говоря, мы уже все угленные шахты, что могли построить, построили. Угля больше уже не будет. Можно, кстати говоря, нефть построить. Но нам пока нефть не нужна. И я не знаю, когда будет нужна. Вот. Потому что вполне себе мы можем без нефти прожить даже. Что-нибудь даже. А пока подстраиваем параллельно обычной фабрике. И, в принципе, все у нас отлично. Нужно побольше еще уровень жизни поднять. И после того, как повысится еще спрос опиума, продолжим, я думаю, добывать еще больше опиума. И мы можем, на самом деле, еще вот сюда пройти, да, потихоньку. Распространение качнуть. Потом можно еще внутреннюю безопасность поменять. И пока что мы качаем себе образование до последнего уровня. У нас уже очень образованное население. Индусы очень теперь грамотная нация. Давайте займемся, ну, наверное, вот этим вот еще. Вот эти вот страны поданнексировать. Чтобы все-таки у нас граница была какая-то нормальная. Потому что здесь, наверное, тоже стоит. Да, их же пока еще никто не включил в свой уровень. Видимо, нет. Вот это, вот это. И будет такая неплохая, в принципе, держава. Они даже сдались просто сразу. Не стали дефаться. Ну, окей. Нам же проще. Что здесь производится? Здесь населения почти нету. Давайте вы вот этой херней не занимаетесь. А просто чем-то одним будете заниматься. Опиум у нас тоже уже есть. Да, давайте. Что вы тут можете такого делать полезного? Пазарма нет. Одно уже Д. А вот, вот что вы можете делать. Давайте-ка. Все на уголь. И если вдруг еще останется население, то пускай на лес. Смотрите, Франция вступила за них. Кстати говоря, Северная Германия и Франция запотели куски цини. Вау. Сколько мы хотим сражаться с Францией? Вообще, у них там что по технологиям? Я подозреваю, что мы по военным технологиям неплохо так отстали. Потому что мы догоняли экономику. Так и есть. Мы отстали по целым трем пунктам. Следовательно, что? Следовательно, нам нужно срочно вот здесь вот захватывать территорию. А здесь просто стараться удерживаться. Я бы еще на самом деле бы вот этот порт хотел себе забрать бы. Айфон. Я так понял, это уже не договорной порт, а область, да? Давайте его найдем. Нет. Странно. Ага, я понял. Короче, смотрите, это регион Танкин. Но они назвали это Хайфон. Сейчас надо брать. Попробуем мы еще, на самом деле, этот захватить. Может быть, мы успеем атаковать, как всегда придут французы. Но шансы небольшие. Там еще и Германия их поддержала. Посмотрите, этот ужас. Но слава богу, Германия точно не успеет сюда. Французы так еще успеют в каком-то количестве. Это неприятное для нас количество. Быстрее захватывать здесь. Надеяться, что... Ну, типа, с этой стороны капитулируют. Здесь мы уже заключим какое-то перемирие. Тем более, что кроме вот этой стороны, никакого с облигами нет. Так что, в теории, война должна закончиться. Потом белым миром, когда я откажусь, брать вот этот порт. И здесь, конечно, сметают. Просто защиты у нас меньше, чем их атака. У них слишком хорошее качество. Хоть у них и не все, видите, хорошие. Но, тем не менее. У нас тоже очень разношерстная армия. И количество у них тоже, на самом деле, даже больше. Можно было помобилизоваться. Но это не сильно много даст. Но нужно просто как можно быстрее захватить вот эти территории. И мы, собственно говоря, сейчас это и сделаем. Да, торгового соглашения нет, спасибо. Потом просто перебавим эту армию на защиту сюда. И будем молиться о том, чтобы все вот сдались до того, как проценты до них дошли. Но я думаю, это несложно. Но да, мы потеряем в этой войне неплохое количество своих людей. Я думаю, это не сильно страшно. С нашими-то показателями перероста. Реально, эти вот марионетки реально атакуют на севере. Ну, да. Процессы, короче говоря, не пройдут, я чувствую. Серьезно, эти войска типа окружены, забавно. Но они сейчас просто телепортируются домой. Я бы их вообще, наверное, прям домой-домой отправил. Чтобы не терять свои войска. А потом уже пускай наши марионетки здесь свои войска теряют. А мы просто уходим отсюда. И вот эти тоже. Так, аппетляция произошла. Мы можем на белый мир замириться. И окей. И я думаю, на этом можно серию подзакончить. Мы, как обычно, вышли уже в безумные цифры экономики. У нас инвестиционный пул тоже уже безумный. Законы мы почти все необходимые приняли. Буквально вот эти два. И мы реально готовы. Нам здравоохранение не нужно на Индии, я считаю. По крайней мере, еще в ближайшее очень много времени. Потому что у нас и так очень много вот этого населения. Видите, крестьяне. Их как было 38, так их все еще остается 38. Мы не успеваем застраивать это население. Так что если мы будем его еще больше увеличивать, то мы будем только плодить безработных. Нам это вряд ли нужно. Вот. На этом, как я сказал, серия заканчивается. С вами был Допгайм. Подписывайтесь на канал, обязательно. Ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.